Всем привет! 26 декабря 2022 года. Температура где-то минус 3. Перехожу Октябрьскую улицу на перекрестке Полевской-Октябрьской. Светоформе не нравится, как запрограммирован. Очень быстро кончается время, отведенное для пешеходов. Поэтому приходится спешить, когда особенно по диагонали переходишь. Ну что сказать, походка чудесная. Где-то минус 3. Ветра так нету особого. Если хорошенько так одеться, можно вполне себе комфортно погулять. Цель этой прогулки да просто прогуляться. Я вот смотрю, солнышко там, за облаками. Там за облаками, там за облаками, там, там тарам, там тарам. Цветовой день-то увеличивается. Вот и солнышко у нас теперь будет только нарастать. И хочу еще посмотреть, как снимает эта отложенная мною камера Samsung Galaxy S3 в прогулке со стабилизацией днем. Ну, вряд ли она хорошо снимает по сравнению с Galaxy S7, которым я теперь обычно снимаю. Но все равно вот интересно мне. Смотрю, что получится. Когда-то это, конечно, было что-то, а сейчас уже технологии развиваются. Про одежду немножко расскажу. Как в Библии написано, у хорошей жены не боятся холода домочаться, потому что они одеты в двойные одежды. И вот это очень важный момент – одеваться в двойные одежды, когда холодно. Кстати, граффити четкая на Real Times. Трамвайчик наш, узнается. Вот сами, наверное, замечали. Если, например, одеть просто брюки, то холодно зимой. А если под них пододеть трико или там кальсоны, то гораздо теплее. Кроме того, когда вот, например, даже в широкой одежде. Одежда должна быть достаточно широкой. Достаточно широкой. Вот. Чтобы удерживать воздух. Прослойка воздуха, чтобы была. Но если под ней ничего не пододето, то края одежды накаляются. И когда соприкасается с голым телом, то становится очень холодно. Поэтому широкая она или не широкая. Узкая, кстати, одежда плохо. Там прослойки нету. Поэтому мерзнешь. Ужасный тротуар. Очень скользкий. Поэтому нужно его как-то посыпать песком и солью. Не знаю чем. И ходить вот в таких вот протекторах. То есть зубчатых таких. В обуви ни в коем случае не в гладкой. А то можно шлепнуться. Вот. И нужно носить двойную одежду. И под куртку что-то пододевать. И под брюки. Чтобы зимой не мерзнуть. Вот. То есть сейчас выйду на Бульвар Победы. Это у нас Ранхикс. Российская Академия Народного Хозяйства. Государственная служба при Президенте Российской Федерации. Впереди. Там у нас. Сейчас выйду и покажу что. Так. Пишется. Пишется. Там у нас на Бульваре Победы. Вот это здание. По-моему Федерация профсоюзов раньше была. Здесь точно помню налоговая инспекция. И когда торговал ходил отчеты носил сюда. Вот. Еще там вроде была редакция Орловский Меридиан. Какой-то колл-центр был. На верхних этажах. На пятом что ли. Так. Это консультативная поликлиника. Тут почта. Магнит. Там Дикси. в том квартале. Это. Больница. Областная. Имени Мопро. И. Недостроенный. Многофункциональный медицинский центр. прозваный народе. Титаником. Тут как-то мы зарубились с одним. Подписчиком. Он говорит что Титаник потому что. Плохо построили. Я не могу сказать что его плохо построили. Я не строитель. Моя версия что Титаник. Потому что он напоминает четырех трубный корабль Титаник. Так его назвали. Ну и кроме того что. Неудачный что ли. Получился. А насколько хороша конструкция. Я не знаю. Вот тоже говорили что какие-то там критические недостатки. Но я не знаю. Не помню. А так здание красивое. Нравится. Пауза. Там. Вот это два здания. Раньше. Здесь. Собственно. Они принадлежали. Но они сейчас принадлежат. Мопровская больница. Старые постройки. Это более современные. Это консультативная поликлиника. Вот. Дикси. Ох как солнышко светит. Меня прям радует. Невозможно. Когда солнце светит. Замечательно. Ну дует ветерок. Это не совсем ок. Вот он наш красавец. Наш титаник орловский. Когда нибудь его достроят. И что нибудь там будет интересное. Но пока стоит во всей красе и первозданности. Здесь. Тут-то у нас книга почетных граждан. Горда Орла. О. Васильковский. Я уже забыл кто-то такой. О. Строев наш. Дай бог ему подольше пожить. Как мне нравится что он до сих пор жив. Это замечательно. Это наша история. Ну а всяким к сожалению умер. В этом году. Так. А вот это. Бюсты героев. Образцов. Василий Иванович. А это Иван Дмитриевич Санько. Вот тут он молодой. А меня в школе посылали воспоминания записывать. Он тогда жил. Где. Магазин. Страна Космос. На автовокзале. Мы к нему приходили. Я в тетрадке такого. Военное воспоминание записывал. Ну такое было задание. Пионерское. Тут он молодой. Я то я помню что он пожилой человек. Мне рассказывал все это. Да. Вот Титаник. Там у нас институт культуры. Улица Лесково. С этой стороны тоже почетные граждане. Щекотихин. Ой. Ильи. Тоже очень приятно что он до сих пор жив. Жилой человек. Гришилов. Помню свадьба была. Шаривари. Где зовут Прадмаш. Тоже молодец. В общем. Замечательно. У нас люди очень хорошие. Интересные. Город красивый. Титаник. Чего ждет не знаю. Но выглядит тоже здорово. Высокое такое здание. А институт культуры это вообще красота. Я там учился. Еще тут два бюста. Давайте тоже снимем. Пальцами нужно. О. Солнце все сильнее и сильнее светит. Какая красота. Я вообще весны хочу. Честно. Хочу на Велькину. На пляж. Кататься. Так. Этого я не знаю. Человека. Скворцов Алексей Васильевич. Так. Ну и тоже обувь в Чечне пайсов. Ну что сказать, действительно вот Бульвар Победы, те предыдущие два героя, они победили немецко-фашистских захватчиков, а эти тоже победили в итоге, восстановили конституционный строй в Чечне. Так, на Титанике какие-то образовались уже промойны, что ли, не знаю, что-то им отваливается, что-то у него, Титаника у нашего. Да, много, конечно, денег бухнули. Так, Бульвар Победы с той стороны, Бульвар Победы с этой стороны. Так, идем дальше. Немного правее старого здания находится новое здание Орловской государственной статокультуры. Здесь такой хороший памятничек, девушка танцующая. За этим зданием находится общежитие Института культуры. Там Горское шоссе. Там старый корпус Института культуры. Это улица Лескова. Вот, идем гуляем дальше. Перекресток улицы Лескова и на Угорского шоссе. Не знаю, что за видео получится. Наверняка хуже, чем на Galaxy S7. Потому что Galaxy S3 тут и с автофокусом, что-то мне непонятно. Ну, это более старая модель. Но все равно, когда считалось, хорошей. Посмотрю, мне просто интересно. Я, собственно, для того это все и записываю, чтобы принять решение. Стоит вообще с ним работать или, ну, продать куда-нибудь. Там у нас Троицкое кладбище. Таник Орловский наш. Замечательный. Здесь станция переливания крови, донорский пункт. На Угорской 2. Тут кровь сдают. Если у кого там жена рожает, то ему предлагают сдать кровь. Или там родственникам. В общем, сюда люди ходят. Я тоже ходил. Там улица Пионерская. Вот машины направо сворачивают за светофором. Едет она до перекрестка с Октябрьской. Там этот сквер Гуртева. А это Троицкий храм. Троицкая церковь. При Троицком кладбище. Или наоборот, как меня поправляли. Кладбище при храме. А не храм при кладбище. Потому что бывают храмы отдельно стоящие. И вокруг них начинают люди потихоньку прихораниваться. Ну, конечно, все взаимосвязано в природе. Но, на самом деле, храм важнее кладбище, я думаю. Потому что без веры оно как-то вообще непонятно, как людям жить. Вот, церковь. Я зайду. Тут надо в калитку вроде как заходить, а в ворота нельзя. Вот в этой часовне можно заказать поминовение, там, обеднюю. Разные службы по усопшему и во здравии. Так. Ну, вот кладбище, собственно. В принципе, дорожки достаточно расчищены хорошо. Мусора не видно. Ну, тут центральная часть. Я вообще на кладбище не собирался. Я иду в магазин. Мне нужен лавровый лист. Кончился. Там улица Пионерская. А я иду вот туда, в светофор и в горке. Это еще один вход на территорию Троицкого кладбища. Их, насколько я знаю, три. Один со стороны военного кладбища, то есть военной части кладбища. Другой вот здесь и третий центральный. И там вдали угадывается научприбор здания. Завода научприбор бывшего. Очень хорошая была организация. Я помню, там делали хорошие щипчики. Для ногтей, для кожи. Ножницы, пилки очень качественные. Ну, так, на твердую четверку. К сожалению, теперь уже это не знаешь, где купить отечественное производство. А китайские, они не всегда хорошие бывают. Там непонятно, какой металл. Заточку плохо держат. Не знаю. Стоп, дорогие такие покупают. Ну, помните, эти пилки, долго не стачивались. Набор маникюрный, щипчики. Это научприбор делал. Для кутикул два вида. Для ногтей здоровые такие, толстые. Один вид. Там не сказать, что прям сталь какая-то очень уж такая классная. Но достаточно хорошая. В общем, прошли мы. Это кладбище Троица. Вот тут такое местечко интересное есть. Так сказать, мир живых. И сразу же вот он, через забор, мир мертвых. Постой, подумай. Стоит ли сюда торопиться? Вот, граница, забор. Мир живых и мир мертвых. Все там будем, но спешить точно не следует. Завод промприбор, ой, извиняюсь, протон. Промприбор в другом месте. Улица Лесково. Иду на рынок Ниву. Магазин Светофор в Горке. Впереди еще есть детская инфекционная больница. Двадцать шестой, двенадцатой, двадцать второго. Эко-хутор. Там, по-моему, молочные продукты хорошие подают. Так, вот с этого места я вроде как отключил автофокус. Интересно будет посмотреть, лучше будет съемка или нет. Это улица Красноармейская. Там улица Ломоносова. Отключил, наверное, автофокус. Я что-то не очень разбираюсь еще. Малым поснимал. Ну, вот если сейчас будет нормальное такое изображение, я это запомню. Что автофокус можно прикосновением отключить. Мне он, в принципе, так особо сейчас и не нужен. На чем фокусироваться-то? Пейзаж у нас есть в пейзажах. Так, там, смотрю, саженцы посадили. Расчистили. Ну, пока они вырастут, тут, конечно, будет голый такой пустырек. Подождем, подождем. Так, подошел к рынку Орловское Нево. До сих пор красуется надпись Добрацен. Хотя его уже, наверное, года два или три как нет. Того магазина. Жаль. Ну, он так. Типа что-то было между горками и светофором. Ничего особенного. Ну, все равно так. Когда идешь, туда зашел, сюда зашел. Я там что-то брал. Сухофрукты, что ли, брал. Фрукты, овощи там были. Сейчас мы по рыночку пройдемся. Посмотрим, что там. Ну, тут достаточно пусто. Нет, кто-то есть, что-то есть. О, что-то пусто. В последний раз я был тут как-то, больше был продавцов. Там что-то продают. Елочки какие-то, коврики. Ну, может, понедельник, выходной день. В общем, так-то кому особо делать нечего. Можно и сюда сходить. Ну, а так сами смотрите. Ох, арбудики даже еще есть. Свежемороженые, наверное. Так, идем мы в светофор. Ну, если что-то мне там понравится, я это сниму, а так просто я не буду там ходить с камеры снимать. Пауза. Тут еще, правда, магазин Свеженка есть. То же самое. Если понравится, что-нибудь сниму. Если не понравится, ничего не сниму. Пауза. Ну, фрукты мне всегда нравятся. Что тут? Гранат 169. Яблоки 78. Лук 31. Картошка 18. Капуста 21. Ну, котлеты всякие. Вифштексы, рябушка, 160 там. Оладьи куриные, 195. Печеночные, 142. Бабушки на тефтеле, 150. Голубцы ленивые, 156. Ну, это такие полуфабрикатики мутные. Масло развесное, 912. Сыр российский 720, елки-палки. Он, наверное, хороший, что дорогой такой. Масло 186, 180, 200. Ничего себе, так, цены. Ну, хорошо, что хоть есть что-то. Котлетки из киевских, 396. Бедро 180, крыло 205. Голин 193. Так. Такие цены. Голову 62. Суповой набор 60. Что еще снять? Лопатка, 371. Вырезка, 398. Округ, 371. Пиво тут, 195, полторашка, ягер. 88 бутылок. Там оптом, смотрите, костный остаток. 32,90. Лапы 43, 6,66. Желудки 86. Ну, оптом это, наверное, килограмм от 5. Может, и можно уговорить, это килограмм, не знаю. Грудка 199, бедро 171, и карачок 160. Вот такие цены. То есть, светофор зашел в наполнитель для котов. 37 литров, 175 рублей. Котов наполнять. Шучу. Ну, а вот всякое-всячинное. Тут и сапоги какие-то, штаны и одеяло. Раскраски, специи, масло. О! Лавровый лист, лавровый лист. Это не среди дизель, мэй, плеснитель. Ну, не особо дешево, но и недорого. Возьму, посмотрю, пачек хороший или нет. У меня, в принципе, 40 грамм хватит пока. Сейчас в горки зайду. Ну, всякое, кондитер, какое-то мясо всякое не буду смотреть. Компотная смесь, 93-700 грамм. Ну, а ничего, с финиками даже. Брал такую, ничего, нормальная. Мне бы яблоки тебе поесть. Финики килограмм, 101 рубль. Слушайте, хорошие финики. Сладенькие, гляньте какие. Хорошие? Ну, нормальные. Блин, ну, нельзя. Если я сейчас до фиников дорвусь, то я их съем. А у меня и так отвес слабый. Ну, грецкий орех мне что-то не понравился. Серый какой-то. Курага там. Какая курага? Влажный. Тоже не очень. Все, наверное. На выход. Я просто сумку не взял с собой, поэтому что в карманы вместе, то и куплю. Так вообще делать тут особо нечего. Вау. Киса. А толстен. А хорош. Нет, это кошка. Это кошка. Это кошка, да? О, кошечка. Она толстенькая, хорошенькая. Ну-ка, Моську покажи. Хорошая, хорошая. Толстенькая такая. Ну, еще бы. Тут котлеты всякие. Молодец. Кошек люблю. Вообще всех люблю. Ну, про перец. Что я скажу? Перец мне нужен, потому что соль я не ем. Ой, лавровый лист. Я размалываю лавровый лист и перец горошком и добавляю в пищу вместо соли. Соль я употребляю вместе с сыром. Там она содержится. 21,50 за 40 грамм. Это нормально. Я видал в горках 20 грамм 12 рублей. Так что это, в общем, самые низкие цены, наверное. А в магните, по-моему, 10 грамм 12 рублей или 10, не помню. Ну, в общем, нормальная цена. Зайду в горки ищу. Посмотрю, что там. Может, там что-нибудь сниму. Пауза. Я помню, когда открыли эту Ниву, рынок, о, тут столько было всяких. На первом этаже прям тут и мясо продавали, и все продавали. Еду тут продавали, а там хостовары были, промтовары всякие, одежда. А сейчас не знаю, что там есть. Ну, в общем, не такой получился популярный этот рынок, как планировался. Ну, а что, ситуация меняется, рынки хереют, хелеют. зато магазины шаговой доступности растут в своем количестве. Это хорошо. Так, подходим. Опять автофокус включился. Уберу. В той стороне у нас вот заворачивают направо машины, автобусы. улица приборостроительная, там больница Симашка. Это казначейство. Это бизнес-центр Модус. Фитнес-центр Вишель. А я вот сюда в горке. Если что понравится, я сниму. А, вот он. 20 грамм 12 рублей. Возьму пакетик. И его. Даже 2-0 пакетиковая. Он так вроде неплохой. Чуть подороже, чем в светофоре, но это мелочи. Мне нравится. Это яблоки по 35. Это на самом деле здорово. Не дорого, а здорово. Картофель по 16. тоже классно. Нарковка 19. Ну, хурма по 16. Это дорого, но это хорошее. Не знаю, Цены, как цены. Магазин неплохой. Манго вот даже есть. Одна штука 105 рублей. какая-то перемороженная. Виноград 165. О, гранат 149. Ну, все, наверное, пошел на кассу. А, эти, 139. Чеснок проросший 167. Ладно. Ну, все, в общем, пошел я себе домой молоть перец в этот лавровый лист, выкладывать ролик. Спасибо вам за просмотр, всего доброго, с вами был Дмитрий из Орла. Пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Камера еще раз говорю. Устаревшая. Я просто и вытащил посмотреть, как хоть она снимает. Вообще, я снимаю Galaxy S7. Если качество будет поставимо, может, еще ей поснимаю. А так, в принципе, она у меня, я не знаю, зачем. Как запасная лежит. Galaxy S3. Конечно, устаревшая камера. Вот. Что бы вы хотели еще посмотреть в городе Орле, пишите комментарии. Там детская инфекционная больница. Рынок Орловское Нево. Всего доброго. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Янекс Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, Вконтакте. Так, и напоследок. Хурмы вот купил еще в магазине Лимон напротив администрации Советского района на Октябрьской. Хурма такая примерно как магните, но может быть чуть-чуть поспелее, но это вряд ли. Скорее всего такая же. Вот у этой например угадывается темное что-то, а мякоть такая под кожей. попробую. Так и есть. Шоколадненькая. Ну, наверное, вся такая шоколадненькая. Даже вот эта, которая кажется понезрелей. А, нет, это нет. Короче, там по 100 рублей магните 101 рубль. Большая разница наверное нет, но мне кажется, что все-таки в лимоне чуть-чуть получше, чем магните. Потому что в магните я вот такой вот ничего-то не встречал. Ммм, очень сладко. Еще я сейчас лаврушку хочу сравнить. Вот эта лаврушка из горок. 12 рублей 20 грамм. А это из светофора 21,50-40 грамм. Да, то есть подешевле получается. Ну, что сказать про качество. Знаете, очень сопоставимое качество. Я бы сказал, что даже вообще не отличишь где какая. пораженных листьев вроде нету особо. Ну, и особо такой он не особо-то качественный перец. Ну, в каком смысле не особо-то качественный. Блин. Фиговенький перчик. В светофоре мне побольше понравился. Ну, что это, желтые какие-то листья. Фу. Короче, светофория чуточку подешевле, но чуточку получше. Ладно, перемолиться, съесться. А вот хурма мне понравилась из этого. Из-за лимона. Ладно, все короче. Установка, говорят, спорта. Улица Порезка, Октябрьская, я дома. Всем пока.